Проходя мимо полиции, у всех под ложечкой сосет непреодолимое чувство нехорошего. И все хотят побыстрее пройти мимо этих доблестных служителей порядка. А вот как вести себя с полицией, чтобы не было проблем, сегодня и разберем. Очень часто я слышу, что полиции закон не писан. Это не так. Надо не забывать, что в полиции служат такие же люди. И залогом нормального общения с полицией является прежде всего ваше человеческое отношение к ним. Люди в форме – это тоже люди. Не надо им хамить и грубить. Штраф 40 тысяч рублей, если вы обматерите сотрудника полиции в форме при исполнении служебных обязанностей. И я не шучу. Не нужно размахивать руками. Если вы будете себя вести перевозбужденно, они просто вас закуют в наручники и будут иметь на это полное право. Если они вам предлагают дыхнуть в трубочку, лучше подышите. А если вас повезут на мета-свидетельственную, что они тоже вправе сделать? Потому что они охраняют общественный порядок. Этот анализ покажет все, что вы употребляли два месяца назад. Так что лучше дуйте в трубочку. За нахождение в нетрезвом виде в общественном месте штраф всего-то лишь 2000 рублей. Не стоит драться с сотрудниками полиции. Точно, абсолютно. Во-первых, их трое. Вы один. А во-вторых, это уголовно наказуемое деяние. Все мы помним, как за пластиковую бутылку, которую бросили в ОМОНовца, человека посадили на три года. Закон позволяет вам записывать свое общение с сотрудником полиции на телефон. И он не имеет права вам в этом отказать. Если у вас нет телефона с собой, пройдите к обстановке общественного транспорта. Там есть камеры, если у вас город-миллионник. Ну и если вы подкованы, у вас есть высшее юридическое образование, 10 лет практики, не меньше, то можете попытаться встать на сторону закона и спросить, на каком основании вас сейчас остановили. Потом поспорить об этом основании. А потом оказаться в отделении полиции, как шибко умный, для того, чтобы там установили вашу личность. Потому что с паспортом гражданин Российской Федерации у нас очень редко передвигается по улицам. А только паспорт является документом, удостоверяющим личность в Российской Федерации. Ни права, ни СНИЛС, ни охотничий билет, только паспорт. Я все это к тому, что спорить с ними бесполезно. Просто потеряете время. Ведите себя по-человечески. Все разборки с сотрудниками правоохранительных органов нужно производить на расстоянии через адвоката. Только это вас спасет. Если полицейский превышает свои полномочия, то у него повышенная уголовная ответственность. От 8 лет лишения свободы. За те же самые деяния, если их совершит обычный гражданин, он получит 3 года лишения свободы. В этом и есть система сдержек и противовесов в правоохранительной системе Российской Федерации. Очень многие, посмотрев это видео, закроют его и отложат до лучших времен. Если вообще когда-нибудь понадобится. Понадобится. Но вы не сможете посмотреть видео. Потому что телефон уже заберут. Я сделал чек-лист 10 хелп-фраз при общении с полицией. Распечатайте и пользуйтесь. С вами был Корнев Антон. Подписывайтесь на всякий случай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok